Всем привет! С вами Женя! Сегодня буду рассказывать план урока по прохождению буквы D. Немножко уже отлетает, чтобы сильно пока не отвлекалась у вас рассказывать интригу. Много есть, естественно, и в интернете, и в учебниках, в фоунингс и другие разные разработки по прохождению букв. Ну, обычно каждый преподаватель для себя подстраивает тот или иной материал. То есть он берет, ну, допустим, есть какая-то база у какого-нибудь учебника и дополнительно везде понатыкивает. Здесь у меня была фишка, потому что у меня была уже читающая группа, там 2-3 класс, то есть я сейчас, собственно, их веду. Там 2-3 класс, я их как-то объединила, потому что по уровню они подходят. И, соответственно, они, ребята, могут писать, но плохо пишут по-английски. Могут читать, но, естественно, очень плохо распределяют, разделяют буквы еще русский и английский, еще любят зеркалист. Это вообще любимая проблема всех детей, так что это нормально. И обычно там буквы A, B и C, они хорошо, легко проходятся, а вот буква D на нее идет немножко такой стопор. Потому что B, окей, выучили, что вроде бы вот такая вот закорючечка, кляксочка, это типа B, а D, она точно такая же похожа. А дети, говорю, любят еще и зеркали, и для них это как будто одна и та же самая буква. Поэтому обычно на букву D я уделяю больше внимания и вот несколько уроков могу провести, только, допустим, акцентируясь на букву D. Соответственно, сейчас вы видите, какие новые слова я решила подобрать для этого материала. Мне не нравятся многие подборки, потому что классическое Dog, Duck, а потом, допустим, идет там Dinosaur. И ты думаешь, ну как бы Dog однослог, Duck однослог, и тут неожиданно Dinosaur, что-нибудь из этой серии. То есть бывает иногда такая перемешка. Еще, допустим, мне не нравится Duck в данном случае, потому что это буква U, которую ни один ребенок не считает как букву U, он считает букву U. И все время такой Duck, а ты такой нет, Duck, и докажи обратно, почему это Duck, а не Duck из этой серии. Поэтому здесь вот эти слова я подбирала именно более-менее с простым произношением. Там А это А, О это О, там И это И, что-нибудь из этой серии. То есть максимально упрощала для себя. Соответственно, картинки вот это уже как вам заранее получилась презентация. Но прежде чем начинать красиво вот дальше вести урок, нужно повторить саму букву D. Здесь тоже миллион-один вариантов прописать, нарисовать, обвести, что-нибудь там еще с ней сделать, там какие-нибудь там точечками. Но это вообще миллион-один вариант сделать. У меня дети обожают крушить-ломать. В принципе, все дети любят крушить-ломать. И вот один из таких вариантов под наблюдением. Если у вас группа большая, то вот такого плана вот у меня куча разных распечаток. Ой, даже ногами. Вот у меня там куча черновиков, я печатаю, и дети, допустим, просто находят букву D, и они ее закрашивают. То есть вспомните визуально, как выглядит заглавное, и вот маленькая буква D. Если группа маленькая, и я могу контролировать, то я делаю другую фишку. Я вот так вот натягиваю руки, и ребята, ручкой, карандашом, они вот такие там, типа, кия, и вот там, кия, и протыкают. Кто нежный, они вот могут так, типа, вот так аккуратно проткнуть. У меня, кстати, наоборот, у меня почему-то девчонки вообще такие дерзкие. Не знаю. Я вот так держу, и они прям, как будто чуть ли на другой конец комнаты уходят, и прям такие кия. И там вот, допустим, вообще, там, как-нибудь там прорывают, а, еще промахиваются, и там, допустим, прям, аааа, и у меня там остается вот такой маленький кусочек. И они такие, ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи. Почему говорю, обязательно под моим контролем, потому что, опять же, я говорю, они вот так начинают это растягивать. Ты держишь руки, и они могут попасть вот сюда. Хотя вот я делаю широкие здесь поля, чтобы у меня рука попала, и здесь не было буквы D. Они им-то пофиг, они мажут И мне несколько раз попадала Карандашом ручка, получается, сзади Как, я не знаю, по руке Я, соответственно, хи-хи-ха-ха Ну, как бы я могу Я взрослая, могу вытерпеть эту боль Деткам друг к другу Так не разрешайте ни в коем случае делать Потому что они попадают друг к другу, будут слюни, сопли, слезы И вы, кажется, еще виноваты Поэтому так не делайте А если таким образом у меня еще несколько букв Мы так, кажется, мы комкаем И у меня ребята, они могут Кидать в корзину и там говорить И вот кидают в корзину Куда она там дальше полетела Продолжаем визуально вспоминать буквы Д Но уже намекаем на новые слова Вот здесь вот показываю Такой мини-лабиринтик Вот уже получается Дино-дринк И Дино, он проходит по буквам Д И вот находит он свой дринг То есть, опять же, вспомнили Д-дринг Дальше вы можете уже презентовать мою песню Говорю сразу Это моя песня В том плане, что я специально подбирала их слова Подбирала мелодию, которая бы подходила к ней Мелодия является классической для Children Rhymes То есть, получается, здесь я эту мелодию вставлять не буду Я ее прикреплю YouTube ссылку Которую вы можете использовать Потому что это чужой минусовка Но слова и текст мои Поэтому сейчас я вам презентую в таком вот быстром варианте Чтобы просто было понятие, о чем я говорю Три, четыре Hello doggy, hello doggy Do you dance? Yes, I do Yes, I do What about you? Hello dolphin, hello dolphin Do you dive? Yes, I do Yes, I do What about you? Hello doctor, hello doctor Do you dream? Yes, I do Yes, I do What about you? Hello diner Dragon, ok Hello dragon, hello dragon Do you dream? Yes, I do Yes, I do What about you? Ну, я себе позволяла ошибаться Потому что здесь мелодия, она классическая Слова я вот сюда подобрала Поэтому, опять же, просто просьба Я там буду прикреплять все свои материалы Просто не продавайте их А так, конечно, можете распространять И использовать их на своих уроках Если еще поставите побольше лайков Я попробую заморочиться И отдельно записать себе минусовку Свою минусовку Попробую записать нормально, как я это пою Своим идеальным вокальными данными Чтобы все страдали И то, чтобы вы могли лучше спокойно использовать на уроках Здесь я не могу вставить минусовку Потому что просто блокируют видео за авторские права Вот, соответственно, вы вот спели Опять же, как я говорила Все танцы, они, песни должны быть движениями Поэтому, hello, hello Dance, мы dancing Dive, мы diving Drive, мы driving Что там, drink, мы drinking Dream, мы dreaming Да, вот из этой серии То есть не забывайте, что нужно обязательно Доделать все с движениями А не просто включить видео И ребенок радуйся вообще в этой жизни Всей вселенной, что здесь происходит Здесь уже идут в ход карточки Которые я показала в самом начале У меня здесь уже несчастный и побитый доктор Но давайте я его добью, чтобы было понятно То есть в таком плане это будет распечатка Вы разрезаете видео такой зеркальной карточки И вот склеиваете только боковые части Когда вы ее склеиваете Вы сможете это использовать как finger puppet И надевать на пальчик Соответственно, карточек 10 Детишек у вас, ну, надеюсь, до 10 в группе в иностранной Надежда Вот насколько вам повезло Да, то есть и вы можете ребятам раздать Можете в хаотичном порядке Специально раздать И здесь уже можете петь песню Медленно Медленно И допустим Вы показываете И каждый смотрит на свою карточку И там ребенок выпрыгивает И, соответственно, так медленно Проходитесь опять же по всей песне И вот каждый ребенок там будет выскакивать Второй раз уже проходитесь Опять по этой же песне И дети уже будут быстрее Они выскакивают Здесь уже такое слуховое запоминание Им понравились Да, там doggy dance и тому подобное Дальше мне понравился сайт Там автоматически создаются лабиринты Я немного преобразовала эту систему Я внутрь лабиринтов понатыкала буквы Чтобы получались, естественно, наши любимые слова Допустим, вот здесь Соответственно, маленький, уж короткое слово Вот ребенок входит Д-О-Г Да, отдельно он пишет Д-О-Г Читает Дог Вау, дог Дальше он идет по буквам Он проходит Что там? Д-О-Г Косяк Надо исправить Д-О-Г Т-О-Г И он пишет, да? Д-О-Г Дор Пытается прочитать Доктор Доктор Но, опять же, видите, я подбирала специально Очень легкие слова Чтобы их можно было Просто запомнить в лексику Еще, допустим, доктор Я думала брать ДЕН-ТИСТ Кстати говоря, да? То есть оно легко читается ДЕН-ТИСТ ДЕН-ТИСТ Дальше вы можете сделать так Что вот здесь разные слова ДОК И ребенок у вас там, допустим По карточкам выискивает ДОК И вот кладет себя сюда Вот я так делала Потом у меня там ДОКТЯ Он выискивает в моих карточках И вот кладет сюда ДОКТЯ И вот сюда там Я не помню кто ДУК ДОЛФИН Здесь у меня будет ДОЛФИН Выискивает ДОЛФИН То есть, мало того, что нам прописали, они еще выискивают карточки сюда, допустим, пишут. То есть, тоже такое прикольное занятие. Дальше уже на групповое письмо. То есть, здесь мы намекнули на письмо. То есть, видите, аккуратно мы спускаемся на письмо. Мы начали полностью со слухового произношения всех слов. То есть, они запоминали на слух, что-то там произносили. Допустим, здесь они уже начали же д-ок-док. То есть, они уже здесь произносят, постепенно пишут. И мы спускаемся на письмо. И здесь карточка на общее письмо. Опять же, каждый здесь пишет по одному разу. Ну, зависит, сколько у вас тут в группе ребят. Мы специально писали по очереди. То есть, каждый что-то написал, но при этом не за урок сразу 10 слов. Допустим, сидим кругом или как там. Вася пишет доктор. Причем любое слово, которое захотите. То есть, здесь очень важно, да, что какое слово хочет. Тот ребенок пишет там доктор. Потом этот написал dance, dolphin, dive, drive и так далее. Если ребят мало, то я к ним присоединяю, чтобы не очень грустно было. То есть, у меня иногда бывает там трое, кто-нибудь заболел, да, там остается там двое-трое. Я им помогаю, чтобы не двое там по пять слов, а чтобы было и казалось это быстрее, тоже с ними работаю. Вот эта лишняя карточка, она дальше нам еще понадобится. Поэтому здесь нарисованы ножницы. Поэтому здесь вот эти слова можно вот все вместе исковеркать, искалякать. Следующие две страницы я вообще даю на дом, на домашнее задание. Потому что, ну, у меня урок очень перенасыщенный. И это обычно я даю на домашки. Мне вообще какие-то смешные детинки. Они такие, а будешь сегодня на домашка? Я такая, на. Потому что они просто знают, что я даю что-то такое веселое, простое и интересное. Поэтому мои домашки обычно ждут, ребята. Вот, так что вот эти две странички, они идут на домашку. Дальше идет отработка опять слов, опять лексики. У меня, допустим, карточки do you. То здесь я все-таки урок акцентировала не на слова, не на доктор и дрэган, а все-таки на do you. Потому что здесь я уже вводила грамматику do you. Как я делала? Я, допустим, выбирала слова движения, я их прятала за спиной. И там я говорю, come here, come here. И ребенок там брал какую-то... Я не видел, никто не видел, какую карточку он брал. Там детки брали по одной карточке. И мы по кругу спрашивали друг друга, do you dance? И ребенок смотрит, no, I don't. Или yes, I do. Ну, no, I don't еще, видите, в песне она не вводилась, поэтому я здесь помогаю. Я там типа no, они говорят no, а я добавляю I don't. Они такие, I don't. Там, допустим, и вот нужно угадать. Do you dive? Yes, I do. И там карточку себе забирает. Вот, и мы вот так угадываем друг друга. Вот, и, соответственно, так может быть несколько раундов мы там меняемся, да? То есть здесь я все-таки больше активно теряла внимание не на словах, да, существительных, а на глаголах. Потому что здесь уже там какой-то, говорю, там второй, третий класс все-таки важнее, чтобы уже была вот эта грамматика do you, yes, I do. Хотя вот из этой серии. А здесь уже ваши варианты, как вы будете отрабатывать эти карточки. Как раз на следующий урок, то есть продолжение буквы D, но с увеличением. Do you drink? И я буду устраивать чаепитие. Do you drink tea? Do you drink cocktail? Do you drink? Что там можно еще? Там water. Do you drink coffee? И, соответственно, будут дети no, I don't. Do you drink Coca-Cola? Yes, I do. То есть на самом деле я люблю выстраивать паровозики грамматические, чтобы они были такие подлиннее. Do you drink a coffee, a tea? И, соответственно, дети не просто говорят yes, it is, да, а вот прям вот такие длинные классные предложения они могут у меня встроить. И, наконец, оставляем самое сладкое, что может быть. Но здесь я предупреждаю в зависимости, насколько вы любите свою группу. Я свою группу люблю. Я, потому что только одна такая большая смешанная группа с ребятами. Там у меня вот второй, третий класс, их там несколько разных ребяток. И я так подумала, что я им перед первым сентябрем как раз это было. И я их очень люблю. И подумала, что потом я думала, зря я их люблю. Там можно не любить. И я им, короче, всем делала поп-ап-открытку. Но из-за того, что второй, третий класс, и ждать, пока они там все вырежут, я не хотела. Там она еще сложная в поклейке. Я тоже приложу это. И она выглядит вот так. Готовы? Та-да! Когда она белая, у меня все говорят, bet, bet. Я говорю, no, it's a dragon. То есть, ну, буква D, dragon. Но когда ребята ее разукрашивают, то она похожа на dragon. Потому что они делают там красным, там зеленым. Короче, они делают очень ярко. И поэтому понятно, что это dragon. А одни ребята мне не захотели раскрашивать. Они говорят, ну, мы дома со своими красивыми фломастерами. Моя акварель не понравилась. Ну, окей. То есть, они хотели дома красиво разукрасить. И вот там приходят родители. Мам, мам, смотри. О, летучая мышка, клево. Я говорю, it's a dragon. То есть, в таком вот белом варианте никто не признает, что it's a dragon. С одной стороны, это простая поп-ап и открытка. Но в любом случае, когда вы 10 штук вот так вот соберете, то уже она не кажется такой простой. И, кажется, надо было не тратиться. То есть, ну, понятно, что эту поп-ап-открытку вы можете для более старших детей использовать. Они это смогут точно 100% собрать. Второй, третий класс. Еще ручки у них кривоватые. Ну, не факт. Не то, чтобы я не верила в детей. Так вот, здесь в распечатке есть отдельно слова. Но я специально сделала, что они не все 10 здесь. Здесь только 5. Очень я люблю командную работу. Когда у каждого своя индивидуальная распечатка, это все-таки такой прям индивидуализм. И мне так не нравится. То есть, то, что я проходила, получала сертификат EFL, то я поняла, насколько круто работать в команде. И поэтому здесь я специально сделала только 5 слов. И вот, помните, вот это. Да, соответственно, вот здесь было с ножничками. Здесь вырезают картинки. То есть, вот это я им разрешаю вырезать. То есть, просто они там, опять же, делятся. Я их там по парам так скидываю на пары. Один ребенок вырезает. Второй ребенок находит слова. То есть, соответственно, кто лучше знает слова, он их быстрее найдет. Кто хуже, тот, ну, тот их вырезает. То есть, в чем смысл командной работы? Что у двоих детей 10 вот этих слов. И они должны правильно прочитать их, увидеть и наклеить сюда вот новые слова. Поэтому, говорю, не все 10 слов, а только 5, чтобы они работали в команде. То есть, чтобы они такие смотрят, там, ой, ну, они говорят уже по-русски, там, а, мое, мое, мой дракон. А там dream. Я такая, о, look, it's a dream. И они такие думают, думаю, а да, это мое. Уже они как-то друг друга начинают, то есть, в команды работы. То есть, вот эти рисунки, ну, так они в кривом варианте, как там делают, вырезают. И вот как раз прикольно тоже получается в плане команды работы. Но я говорю, то есть, вот такого плана, это, конечно, ну, когда ты такой вот 10 штук вот таких понаделаешь себе вот в группу, ты понимаешь, что это как бы нелегко и можно было не так сильно выпендриваться. Вот. Соответственно, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Разобрала весь материал, я его прикладываю. Он будет висеть в группе ВКонтакте. Там вы можете его свободно скачать в свободном доступе. Там также будет приложила все видео по сбору вот этой же самой поп-ап-открытки и дальнейшие материалы, которые тоже я использовала. Если вам понравился выпуск, пожалуйста, ставьте ваши офигенские пальчики вверх. Буду рада увидеть ваши комментарии вот по поводу вот этих всех разработок. Может быть, что-то еще добавить. Или, например, слишком много было. Ну, вообще, за урок я это успела сделать. То есть, именно потому что я все склеила, вырезала вот эту страшную Бэтмена, да, как меня называли, то у меня ребята успели там разукрасить и успели ее наклеить. Я понимаю, что если бы они еще клеили, то это 100% не успели. Нужно было, не знаю, переносить на следующий урок либо делать там какой-нибудь там мастер-класс на полтора часа, где бы насидели, крапели вырезали. Но там очень тонкие линии, ну, 50-50, честно, такое вот. Вот. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok